Здравствуйте, уважаемые партнеры, друзья, коллеги. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня видно, слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно и видно? Светлана отписалась, что видео есть. Видимо, меня не очень хорошо слышно. Звук прерывается. Скажите, пожалуйста, всем ли меня не слышно на данный момент? Слышно хорошо, Ольга, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, другие участники, отпишитесь, пожалуйста, в чате. Просто можно поставить плюсик, если вам меня слышно. Давайте еще посмотрим несколько комментариев. Я думаю, в процессе презентации, если будет пропадать звук, видео-то ладно, самое главное звук, пожалуйста, отписывайтесь, если кому-то не будет слышно. Все нормально, отлично, тогда начнем. Ну, для начала хочу сказать большое спасибо за то, что вы нашли время получить информацию о нашем новом, стильном, динамичном и просто другим отеле на Мальдивах, который открыл свои двери туристам в марте 2017 года и называется Кандима Малдис. Также выражаем благодарность компании Аля Карта Тревел Клаб, которые также предоставили нам эту замечательную возможность. Меня зовут Ольга Карновалова, я являюсь представителем данного отеля. Был вопрос в чате о том, что где я нахожусь. К сожалению, я не нахожусь ни в России, ни на Мальдивах. Территориально я базируюсь в Сингапуре, но, естественно, на Мальдивах и в нашем отеле Кандима Малдис я бываю достаточно часто. Собственно, я уже сделала такую небольшую презентацию, сказала, что отель динамичный, новый, другой. Вы можете задать вопрос, чем, собственно, данный отель Кандима Малдис, так принципиально отличается от того множества, огромного уже множества отелей на Мальдивах, которые есть на данный момент, открываются и будут открываться. В общем-то, появляются как грибы после дождя. Дело в том, что отель Кандима Малдис, он меняет привычное и понимание представления Мальдивских островов, именно отдыха на Мальдивских островах, и развеивает два основных стереотипа отдыха на Мальдивских островах, а именно то, что Мальдивы – это дорого, соответственно, только для избранных, и то, что на Мальдивах особо делать нечего, то есть это, скорее, исключительно идеальное место для молодоженов. Вот моей главной задачей сегодня – это как раз-таки рассказать и показать наглядно, как наша уникальная концепция развеивает эти два главных стереотипа. Если ваши туристы сомневаются, на какой курорт им отправятся, 4 звезды или 5 звезд, мы говорим, отправляйте их в Кандиму, потому что Кандима – это гораздо больше, чем еще одно место для отдыха, которое вписывается в какие-то определенные звездные параметры. Это свой собственный идеальный и уникальный стиль жизни на острове. Мы говорим, что в Кандиме возможно все, ну или практически все, во всяком случае здесь о суте никто и никогда не слышал. Это свой уникальный формат курорта, который идеально подходит для гостей любого статуса и любого возраста, будь то семьи с детьми, молодожены, влюбленные пары, компании друзей, корпоративные клиенты и даже соло-путешественники оценят Кандиму по достоинству. Мы говорим, что Кандиму можно назвать какой угодно, но только не скучной и обыденной. То есть это если вот говорить вкратце о нашей концепции. Кандима Малдиус находится в Атоле Далу. Если рассматривать карту Мальдивских островов, то, соответственно, это в южной части Мальдивской республики. И существует два способа, как к нам добраться. Первый – это на гидросамолете. Это, конечно же, ну, скажем так, самый комфортабельный, самый дорогостоящий вид трансфера. Очень многие туристы выбирают именно этот вид трансфера из-за того, что они понимают его как отдельную экскурсию. Потому что гидросамолеты летают достаточно низко. И, соответственно, можно рассмотреть всю прелесть Мальдивской природы, другие атолы, курорты, бирюзовую лагуну. Поэтому 45 минут, которые занимает весь перелет, они пролетят просто незаметно. Но, естественно, есть свои нюансы. Это более дорогостоящий вид трансфера. И гидросамолеты, мы знаем, они не летают в ночное время суток. И второй вид трансфера – это как раз-таки на внутренних авиалиниях из международного аэропорта Вилана до местного аэропорта Далу. Этот внутренний рейс, он занимает 30 минут по времени. И далее, соответственно, 20 минут на скоростном катере уже непосредственно до острова, где находится отель. То есть данный вид трансфера, скажем так, он менее удобный, более длительный, но и при этом, скажем так, более доступный в цене. Но вы можете не переживать, то есть если ваши туристы решили сэкономить на своем трансфере, то он, в принципе, тоже очень достойный. Так выглядит аэропорт Далу. Он тоже, кстати, новый, ему около года. Поэтому, ну, можете не сомневаться в комфортабельности этого вида трансфера, в том числе для ваших туристов. Переходим к следующему слайду, на котором вы можете видеть карту острова. Напоминаю, что формат отдыха на Мальдивских островах – это один остров, один курорт. Большинство отелей на Мальдивах, они расположены на достаточно маленьких островах. Некоторые отели расположены на настолько маленьких островах, что их можно обойти за минут 15 пешком. Но только не остров, на котором находится Прандима Маузес, потому что наш остров в протяженности практически 3 километра. Это один из самых больших островов в Мальдивской республике, в принципе. И именно, скажем так, такие впечатляющие размеры острова позволили нам построить 266 номеров различных категорий, начиная от стандартных, скажем так, доступных в цене студий, и заканчивая уже частными, приватными виллами, как на суше, так и на воде. Помимо этого, построили действительно интереснейшую инфраструктуру, включая 10 заведений, где можно покушать и выпить, и, соответственно, море развлечений для наших туристов. Но обо всем, естественно, по порядку на отдельных слайдах. На данном слайде я хотела заострить ваше внимание на том, что именно с южной части острова у нас находится лагуна. То есть именно там, где идеальный мягкий заход в воду, скажем так, комфортабельный для купания. И здесь же, именно с южной части у нас находится домашний коралловый рейд. С северной части острова у нас купание недоступно из-за отсутствия безопасного входа в океан. Там у нас находится открытый океан. Поэтому, скажем так, все купание происходит только с его южной части. Вы можете задать вопрос, если наш остров протяженностью 3 километра, то как, собственно, туристы передвигаются по этому острову? Вот на данном слайде вы можете видеть слева такой стильный шаттл. То есть они у нас курсируют по всему нашему курорту. Поэтому ваших туристам не нужно будет сдать более 12 минут, чтобы добраться из точки А, в точку Б. И, соответственно, более, скажем так, для тех, кто ведет более здоровый образ жизни, да, вот, они могут взять в аренду велосипед. Ну и для, скажем так, мое личное мнение, то, что гулять по острову действительно одно удовольствие, так как, ну, скажем так, он очень зеленый, инфраструктура действительно богатая. Вот, поэтому можно, в принципе, к нему прогуливаться. Евгения задает вопрос, отель 5 звезд. Мы позиционируем его как 5 стандарт, то есть не 5 делакс, не 5 лакшери, 5 стандарт. Вот. Дело в том, что, как бы, на Мальдивах нет, в принципе, официальной классификации отелей, да. И наша концепция, она, в принципе, скажем так, не вписывается, про что я и говорила, в какие-то определенные звездные параметры. Мы говорим, что это лайфстайл-курорт, но если все-таки спускаться, да, до классической классификации отелей, то мы позиционируем и Кандема Малдис как 5 стандарт. Переходим к следующему слайду, и я уже буду рассказывать о нашем номерном фонде. И начну я с самого бюджетного варианта, это наши студии. Они представлены, скажем так, тремя категориями, это студии Beach, Sky и Family, и выглядят они следующим образом. То есть это такие, скажем так, студии, которые находятся в двухэтажном блочном здании, то есть 4 студии в каждом здании. То есть 2 студии, которые на втором этаже, они называются Sky Studio, и те студии, которые на первом этаже, они называются Beach Studio. И вот очень часто агенты задают, и партнеры, да, вопрос о возможности смежных номеров в стандартной категории. Так вот, смежные номера у нас есть, смежными могут быть только Sky Studio, которые на втором этаже, и они смежные за счет общего фойе. И таким образом, как бы, они у нас превращаются в отдельную категорию, которая называется Family Sky Studio. И вот таких Family Sky Studio у нас всего лишь 6, то есть очень, ну, ограниченное количество. Вот, поэтому если у вас будут запросы на какие-то большие семьи, да, или там компании друзей, и вот нужна будет именно вот эта категория Family Sky Studio, мы рекомендуем бронировать ее заранее. Так выглядит непосредственно дизайн, скажем так, номеров Sky Beach Studio и Family Sky Studio. Вот, как вы можете заметить, то, что дизайн, он немножко, скажем так, нестандартный, да, для мальдивских островов. Мы использовали, с одной стороны, такие легкие краски, да, легкую палитку, но при этом яркую, веселую, как раз-таки для создания настроения. И также использовали различные умные решения организации пространства для, вот, придания максимального комфорта, скажем так, пребывания в номере. А именно, это по минимуму использование мебели, использование трансформирующей мебели. Вот на данном слайде, пожалуйста, обратите внимание, с правой стороны, вот, присутствует диван серый. Вот, то есть, этот диван, он раскладывается и превращается в полноценную, очень удобную кровать, практически king size. То есть, именно поэтому наш отель, он действительно идеальный для размещения, скажем так, семей с детишками. То есть, вот, в самых стандартных категориях, в детстве, вообще в любых категориях, этот диван присутствует. И все наши номера, они вмещают по умолчанию два взрослых и два ребенка. Дети размещаются на этом раскладывающемся диване. И также, в порядке исключения, мы принимаем бронирование три взрослых и один ребенок, уже, естественно, до послаты за третьего взрослого. Но факт в том, что три взрослых, один ребенок могут спокойно разместиться в одном номере. Если, ну, при условии того, что третий взрослый и ребенок, они готовы, скажем так, спать вместе вот на вот этом раскладывающемся диване. Потому что важно заметить, добавить, да, то, что в отеле Кандима нет док-кроватей. То есть для размещения дополнительных, скажем так, застей, помимо двух взрослых, в номере, всегда будет использован вот этот раскладывающийся диван, который есть абсолютно в каждом номере любой категории. Так выглядит вид, который открывается в самой стандартной категории Sky Studio, который находится на втором этаже. И важно добавить то, что вот все вот наши Sky Beach Studio, они, естественно, находятся на той стороне, где как раз эта лагуна, и эта же сторона заката. Поэтому вот там одно удовольствие вот так вот на этой качельке, на террасе просто наблюдать за, скажем так, закатом. Очень романтично. Beach Studio, которая находится на первом этаже, у них есть одно преимущество, да, то, что очень часто спрашивают, если, ну, грубо говоря, в чем разница, да, потому что Beach Studio, она немножко подороже, чем Sky Studio. В чем, собственно, разница? В том, что именно из Beach Studio есть прямой выход непосредственно на пляж. То есть Sky Studio нужно будет спуститься, да, и пройти, а из Beach Studio вы прям можете в собственной террасе попасть на пляж. Любовь задает вопрос, есть ли у нас риф. Да, у нас есть домашний коралловый риф. Он находится у нас приблизительно 2-3 минуточки на лодочке. Лодочка курсирует бесплатно для туристов по расписанию, ну, ориентировочно, если говорить, 3 раза до обеда и 3 раза после обеда. Вот, то есть это услуга абсолютно бесплатно для всех наших туристов. Даже те туристы, которые, скажем так, ну, не заинтересованы в сноркинге, они любят ездить туда, в ту, скажем так, дом, потому что там, естественно, глубина намного лучше. Просто даже поплавать в свое удовольствие. Переходим к следующим категориям. Это наши пляжные виллы. Это, скажем так, та категория, да, которая наиболее ходовая, наиболее популярная на нашем, скажем так, русскоговорящем рынке. Вот. В общей сложности у нас 49 пляжных вилл. Они очень просторные. То есть по квадратуре, площадь внутри помещения 55 квадратов, площадь, прилегающая территория от 42 до 70 квадратов. Вот. Все наши пляжные виллы, они оснащены, естественно, ванной, скажем так, частично под открытым небом, да, ванной под открытым небом, собственно, и закузы. Вот. И все наши виллы, они расположены вдоль, скажем так, основного пляжа, да, там, где самый идеальный и мягкий заход в лагуны. Из 49 наших пляжных вилл у нас есть 29 вилл, которые, извиняюсь, идут вот в таким личным бассейн. То есть это не просто вот планшет, да, такой полноценный бассейн, по которому действительно можно даже немножко поплакать. Достаточно большой. Следующая категория – это наши аквавиллы. То есть, наверное, самая популярная категория как раз-таки у влюбленных пар и молодожон. Вот на этом очень красивом слайде вы можете видеть всю ветку наших водных вилл, которые представлены тремя категориями. Вот аквавилла, да, и аквавилла с джакузой на самом деле они ничем друг от дружки не отличаются, только наличием, либо отсутствием вот этого джакузи, который вы можете видеть сейчас на этом слайде на террасе. Вот. Все наши аквавиллы, они также очень просторные. 48 квадратов – это территория внутреннего помещения, 25 квадратов – это территория террасы. Вот. И вот на следующем слайде вы можете обратить внимание, как раз-таки, опять же, есть вот этот диван, который я так долго упорно рассказывала. То есть, мы не ограничиваем наших туристов. Если туристы, семьи, да, хотят отдыхать со своими детишками в аквавилле, пожалуйста, только, ну, естественно, как бы родители должны нести ответственность за свои детишек. Но смысл в том, что мы разрешаем размещать семьи детишек в аквавиллах. То есть, такого запрета у нас нет, как во многих отелях. Вот. Ну, и, соответственно, также вся наша ветка водных вилл, она выходит на сторону заката. Вот. И, да, скажем так, лагуны рукой подать. То есть, есть непосредственный вот прямой спуск к лагуну, где уже туристы могут действительно не сводиться с плаванием, не с морковым. И следующая категория – это Honeymoon Aquapool Villa. Это самая эксклюзивная категория в нашем отеле. У нас всего две таких виллы. Они расположены в самом конце ветки водных вилл. То есть, у нас всего две таких виллы. И, соответственно, именно с этой виллы это максимальная приватность для ваших влюбленных, ну, даже у нас, да, и ваших туристов в целом. И, соответственно, именно здесь можно насладиться всеми пятидесятами синего, да, потому что, ну, действительно, они находятся далеко в океане. Вот. И плавать с Норклом, заниматься с Норкломом здесь одно удовольствие. Вот. Данная категория, она, это как полноценный ландбэк. То есть, есть отдельная жилая комната и есть отдельная спальная комната, шикарная ванная и, естественно, пейзажные бассейны. Ну, просто идеальный вариант, мне кажется, для, скажем так, проведения своего недовольного месяца. Вы могли подумать, наверное, то, что я уже заканчиваю рассказ о нашем номерном фонде, потому что, я сказала, самая эксклюзивная категория, соответственно, самая дорогая. Но нет, есть еще одна категория, называется Ocean Pool Villa, и я неспроста оставила рассказ об этой категории в самом конце, потому что она у нас такая немножко интересненькая. Находится она наполовину на суше и наполовину на воде. Но, скажем так, самая ее уникальная особенность, то, что она находится в северной части острова. А в самом начале своей презентации я говорила, что в северной части острова у нас нет выхода, ну, скажем так, в лагуну, да, потому что там открытый океан, то есть ступание здесь недоступно. То есть, если ваши туристы выбирают именно эту категорию, то им нужно будет идти на противоположную сторону, чтобы поплавать в лагуне. Вот Дарья спрашивает, задает этот вопрос, есть ли спуск в море. Вот именно с этой категории Ocean Pool Villa, да, про которую мы сейчас говорим, здесь купание недоступно. То есть, нужно будет туристам идти на противоположную, на южную сторону для того, чтобы, скажем так, поплавать. Honeymoon Aqua Pool Villa, про которую я рассказывала предварительно, да. То есть, вот эта категория, давайте вернемся, чтобы было понятнее, да. Вот эта категория, про которую я рассказывала, она Honeymoon Aqua Pool Villa, то есть она находится на южной стороне, там, где вся наша ветка водных вилл, и там, где как раз-таки находится лагуна. А вот здесь у нас находится открытие океана, и называется эта категория Ocean Pool Villa. Вот, но на самом деле эта категория, она действительно очень уникальная, потому что, с одной стороны, как бы, тем туристам, которым не приоритет, скажем так, непосредственный выход в лагуны, да, и собственные виллы, а им нужна именно приватность, то это идеальная опция, потому что эти виллы находятся в самой уединенной части острова. Расстояние от вилл достаточно приличное, то есть здесь туристы будут чувствовать свою максимальную приватность. Скажем так, мы в шутку называем эту виллу, вилла для интровертов. Ну и также, конечно же, здесь есть Infinity Basin, терраса, и также у этой виллы есть, скажем так, одно преимущество, да, у которого нет ни у одной другой категории, про которую я рассказывала. Именно с этой части острова, да, с северной части, можно, скажем так, террасы, да, или там наслаждаясь в бассейне наблюдать за появлениями дельфинов. То есть они появляются именно как раз с северной части, вот, поэтому ваши туристы могут стать такими счастливочками, да. Ну, скажем так, для русского рынка, если подводить итог, привилегия, да, это наблюдение за дельфинами и какой-то недостаток, это отсутствие прямого выхода в лагуни, если говорить в двух словах. Ну, они, конечно же, достаточно далеко, потому что вы можете видеть то, что, скажем так, океан, да, вот, сама по себе линия, да, где глубина начинается, она немножко подальше, но если вот сидеть наслаждаться, да, на террасе, то как раз-таки вы можете спокойно их наблюдать, вот, то есть их прекрасно видно. Переходим к следующему слайду, на котором я уже буду рассказывать о концертах питания, да, о наших заведениях и ресторанах. В Кандине у нас 10 заведений, где можно покушать и выпить, а именно это 5 ресторанов, 3 бара и 2 капкани. И, соответственно, у нас есть различные планы питания, то есть стандартная контрактная цена идет на полупансионник, это завтрак и ужин в основных ресторанах. Вы не ослышались, я сказала во множестве, мы на четверг, потому что у нас 2 основных ресторана, это Flavor и Z, то есть на отдельных слайдах там будут фотографии из ресторанов, я расскажу более подробно. Вот, то есть если говорить о планах питания, да, то, наверное, такая фишка, скажем так, это, во-первых, да, уже выбор, начиная с самого стандартного плана питания, полупансион, да, в каком ресторане покушать. И вторая фишка, то есть у нас включены ограниченное количество безалкогольных напитков во время приема пищи, то есть это во время завтрака, во время ужина, вот в основных ресторанах, вода, чай, кофе и газировки, спрайт, кока-кола, панта, это все в неограниченном количестве и бесплатно. Вот, есть также полный пенсион, то есть он, ну, это завтрак, обед и ужин в основных ресторанах, отеля, есть два вида плана питания All-Inclusive, один это стилер All-Inclusive, который включает в себя завтрак, обед и ужин в основных ресторанах, отеля, и уже пакет напитков, как алкогольных, так и безалкогольных стандартных непремиальных брендов. Вот, вот, доступно это как, скажем так, во время приема пищи, да, так и в других барах, отелях, то есть не только в ресторанах, во время приема пищи. Вот, и последний план питания, который самый популярный на русскоговорящем рынке, это Premium All-Inclusive, который включает как раз-таки в себя гастрономическую программу Dine Around, и это позволяет вашим туристам кушать практически во всех ресторанах заведения, то есть в общей сложности 9 заведений включены. Я их вот сейчас так обвожу, да, вот один единственный, Сидрэгон, он не включен, все остальные 9 заведений включены. Вот, и, соответственно, если говорить про пакет напитков, это уже более, скажем так, премиальные марки алкоголя. Теперь переходим уже к слайдам, да, на котором представлены фотографии всех наших заведений. Flavor – это вот как раз-таки один из основных ресторанов, да, который находится в самом сердце, в самом центре отеля, у главного бассейна. И, собственно, по концепции питания это такой, скажем так, фуд-маркет с концепцией открытой кухни, где доступны интернациональные блюда, блюда практически всего света. Следующий ресторан – это ресторан Zest, который по концепции питания идентичен, да, flavor, то есть он тоже является вот этим вторым основным рестораном. Вот, но территориально он находится ближе к аквавилам, то есть это сделано исключительно для удобства, потому что, с одной стороны, да, потому что остров у нас очень большой, 3 километра, вот, но, с другой стороны, и для того, чтобы у туристов было некое такое разнообразие. То есть хочу, там, сегодня пойду на завтрак в этот ресторан, на завтрак в другой. Юля задает вопрос, есть ли соковыжималка на завтраке, можно самим все это делать. Соковыжималки на завтраке нет, а соки именно в фрэше у нас включены в пакет премиум All-Inclusive, и есть отдельное, скажем так, заведение в кафе, где как раз-таки продают вот свежие выжатые соки. Вот, то есть на этом слайде наглядно можно посмотреть, да, то, что вот именно Zest, второй основной ресторан, как близко он находится к ветке наших водных вин. Следующий ресторан – это Азур. Азур – это такое модное, скажем так, местечко на пляже, где подают средиземноморские, скажем так, блюда, итальянские блюда. Ну, скажем так, у него такая более, скажем так, концепция именно, ну, ближе к европейской, да, вот, и как вы могли заметить, то, что посадка доступна как вот под открытым небом, так и внутри помещения. И открыт этот ресторан для обеда и для ужина по системе а-ля карт, и этот ресторан уже вот включен вот в этот план питания премиум All-Inclusive, про который, собственно, я вам рассказала. Следующее заведение – это Дели. Дели – это наш такой гастрономический бутик, он выполнен немножко в формате Starbucks, да, то есть это такое местечко, где можно выпить кофе, например, что-то перекусить, и при этом что-то взять с собой на вынос, может быть, для своего мини-бара, купить светочку вина, например, это какие-то языки МСР. Вот, Юлия, вы меня спрашивали как раз про соки, именно вот в этом заведении подают соки. То есть можно заказать, если вы на плане, ваши курицы на плане питания премиум All-Inclusive, то есть именно в этом заведении они будут пить свежевыжатый сок. Следующее заведение – это Aroma. Это еще одно кафе, но у него немножко такая другая концепция, скажем так, оно находится в самой уединенной части острова, рядом с нашим природным озером. Вот, и здесь уже, скажем так, подают такие более крафтовые сорта кофе, различные десерты и свежую выпечку. Здесь сюда люди приходят, чтобы уединиться, побыть с собой, почитать книгу и также заняться искусством, потому что это кафе расположено рядом с нашей арк-студией. Про арк-студию я расскажу более подробно на отдельном слайде. Следующее заведение – это наш бар-бриз. Он находится у нашего главного бассейна. Сейчас делаю такое небольшое лирическое отступление, потому что слайд очень красивый. Здесь вот именно можно разглядеть всю красоту и мощь нашего главного бассейна. Дело в том, что на данный момент это самый длинный открытый инфинити бассейн на могилах, который в длину 100 метров. И при нем есть вот этот бар-бриз. Это самое, скажем так, наше сердце, где проходят различные мероприятия. То есть по вечерам у нас выступление живой музыки, также диджей. Сюда приходят выпить коктейли, тоже что-то перекусить. Можно собраться в компании и заказать кальянку, перейти его все вместе вот в такой, скажем так, классной зоне. Насладиться также закатом. Ну и вообще, в принципе, это то место, да, где встречаются наши туристы и, скажем так, проводят активное время. Следующее заведение – это ресторан «Сид Рэдден». Это как раз-таки тот единственный ресторан, который не входит в план питания «Премиум All-Inclusive». То есть это ресторан, аутентичный фонтонской кухни из свежих морепродуктов. То есть ваши туристы могут пустить, заказать какого-то, скажем так, морского, да, зверя, да, которого вот они увидят в этих аквариумах, то есть, и, скажем так, дать указания, как они хотят, чтобы это было приготовлено, и все это будет сделано для них, подано по-домашнему. Вот, то есть у него такой достаточно интересный, на мой взгляд, немножко мистический дизайн. Пасадка также доступна как внутри помещения, так и под открытым небом. То есть этот ресторан находится также с той стороны, где открытый океан, то есть туристы будут наслаждаться шумом волн, вот, и вообще этими шикарными видами, они также могут, опять же, быть счастливчиками и наблюдать за появлением зверхинок, если придут сюда немножко пораньше. Вот, и, соответственно, здесь же у нас представлен, да, forbidden bar, то есть это бар, который, ну, скажем так, находится по соседству, да, с кидрэдом, то есть после вашего ужина дальше можно отправиться сюда уже, вы видите какие-то интересные напитки. Этот бар у нас только для взрослых, и здесь у нас проходит вечера про океан, и также вечеринки в белом по определенным местам. Следующее заведение – это Beach Club. Это, скажем так, еще один бар при еще одном бассейне. То есть, да, у нас в Кандиме аж целых три бассейна, вот, поэтому, ну, действительно, туристам здесь однозначно не будет скучно. Вот, остров очень большой, и изучить его, ну, действительно займет достаточно большое количество времени. Вот, но здесь у нас присутствует такая более, я бы сказала, камерная обстановка, да, вот на этом слайде хорошо видно, как близко этот второй бассейн находится в нашем водном деле. То есть, я бы сказала, здесь, ну, в принципе, можно провести время с утра до вечера, также идеальное место для того, чтобы наблюдать закат, ну, на мой взгляд, это также отличное место для компаний и друзей, для каких-то корпоративных ресторанов в вечерах, вот, потому что место действительно очень такой камерный стиль. И последнее заведение, про которое я вам расскажу, десятое уже появляется, это еще один ресторан, Смоль, который, ну, действительно по достоинству оценят любители мяса, рыбы, овощей на гриле. То есть, это такой ресторан-гриле. Вот, посадка доступна как под открытым небом, так и внутри помещения. Ну, как вы можете заметить, то, что у него такой очень нестандартный дизайн. Вот, ну, и, соответственно, открытый у нас для ужинов, и также входит в программу питания премиум All-In-Trust. Ирина, да, я вижу ваш вопрос про, скажем так, наш детский клуб и услуги для семьи и петли. Я очень скоро буду рассказывать на отдельном сайте. HQ – это то самое место, скажем так, одно из тех самых первых мест, которые увидят ваши туристы, когда они прибудут на наш курорт. Но это не просто место для, ну, скажем так, встречи, да, с... Не просто место для, где заселяют и выселяют туристов. Это место, где наши туристы встречаются, общаются. Здесь есть игровая комната, здесь есть библиотека. Вот, и пару слов скажу о нашей политике заселения-выселения из номер. Она у нас действительно уникальная, потому что, ну, мы ее называем 24-часовой политикой заселения-выселения из номера. Дело в том, что, ну, предположим, ваши туристы в день заселения прибыли, попали на остров в 4 часа дня. Это означает то, что в день заселения им не нужно будет освобождать свой номер в 12 часов дня по стандартной политике заселения из номера. То есть они могут освободить свой номер также в 4 часа вечера. То есть какое время заселились, такое время выселились. Вот, очень удобно. И вот как раз-таки, Ирина, ваш вопрос про наши услуги для детишек. Это наша отдельная гордость, наш детский клуб. Называется он Candy Land. И на данный момент также является одним из самых больших детских клубов на Мальдивах. Он, скажем так, представлен такой площадкой под открытым небом, где действительно очень много развлечений. Вот в центре вы можете видеть такой классный пиратский корабль и игровую, водную игровую зону для детишек. Есть вот такой замечательный батут, который на самом деле обожают как взрослые, так и дети. Вот, ну и на самом деле, ну действительно очень много развлечений и как под открытым небом, так и внутри помещения. То есть сама по себе территория, да, она внутри помещения. Она поделена согласно возрасту детишек на две зоны, чтобы детям было интереснее играть, делать какие-то активности. Вот, но здесь у нас в нашем детском клубе работают квалифицированные воспитатели с детишками. И они не просто следят за детишками. То есть на каждый день у нас есть готовая программа активности. Вот, поэтому дети постоянно здесь чем-то заняты. У нас даже есть мини-кулинарная студия, в которой детишки в игровой форме учатся готовить. Вот, ну тоже достаточно увлекательные. Какой же отдых на Мальдивах без первоклассного СПА? И, конечно же, в кондивном исключении у нас есть свой собственный СПА, где также все наши павильоны, скажем так, для процедур, они находятся в очень уединенной части острова, чтобы ничего не отвлекало гостей от вот расслабляющих процедур. На территории СПА у нас есть парная и джакузи. Парная и джакузи – это абсолютно бесплатно для всех туристов. Вот, если же, конечно, туристы захотят отправиться на СПА-процедуру, это за отдельные платы. Помимо этого, на территории СПА есть парикмахерский салон и нейлбар. У нас также есть спортивный клуб. Он открыт 24 часа 7 дней в неделю для наших туристов. Вот, если туристы хотят какие-то, скажем так, тренировки, да, из-за персонального плана, то это за отдельные платы, если просто прийти по заниматься в стурвале, то, естественно, это бесплатно. У нас огромное количество различных, скажем так, тренировок, программ групповых, это и зумба, и аэробика, и различные тренировки под открытым небом. Есть новаторская тренировка в бассейне с противотоком. Это как раз-таки уже третий бассейн, да, в артеле. Один, мало ли, про что я и говорила. Вот, и есть отдельный павильон для занятий йогой, который, как вы можете обратить внимание, оснащен самым передовым оборудованием для той самой новаторской, новомодной тренировки. Аэро-йоги, она сейчас очень популярна. Вот, вы также можете задать вопрос, очень много всяких активностей, да, то есть как туристы могут понять, что платно, что бесплатно, например. Очень многие активности, они действительно бесплатны. То есть у нас есть расписание всех занятий, оно доступно сразу же, как ваши туристы прибудут на остров, то есть они получат это расписание на, там, ближайшие две недели. Вот, и могут по этому расписанию отслеживать, что вообще происходит на острове, да, что из этого платно, что из этого бесплатно. Помимо этого, это расписание, оно доступно в телевизоре. Вот, поэтому ваши туристы всегда будут в курсе всех самых популярных событий. Безопасность, конечно же, превыше всего, вот, как у нас очень большой. Вот, поэтому, ну, скажем так, еще одной нашей фишкой является то, что у нас есть свой собственный медицинский центр на острове, который оснащен самым передовым медицинским оборудованием, а именно это рентген, ультразвук. У нас есть даже кабинет стоматолога. На острове находятся всегда три врача, то есть они доступны 24 часа 7 дней. И они находятся у нас в протации, то есть у нас подписан договор с клиникой в Германии, который предоставляет нам в протации врачей, они у нас живут на острове. Вот, и помимо этого у нас есть барокамера для проведения лечебной рекомпрессии для дайверов, получивших декомпрессионную болезнь во время погружения. Еще, скажем так, одно немаловажное наше фишка, это наше собственное отсутствие. Дело в том, что Кандима поддерживает местное сообщество мальдивских художников, поэтому у нас, скажем так, есть своя собственная артистудия на острове, где проходят различные занятия. Это и арт-классы, и мастер-классы с приглашенными художниками из столицы, да, из Мали. Вот. И вообще, в принципе, проходят очень много различных мероприятий, в том числе и ярмарки, вот, в которых ваши туристы могут применять участие. Очень часто партнеры спрашивают, какие, собственно, достопримечательности есть на Мальдивах. Я люблю говорить, что все достопримечательности на Мальдивах, они либо на воде, либо под водой. Именно поэтому у нас есть свой собственный клуб водных видов спорта, который называется «Акваголики». И здесь действительно доступен весь спектр водных видов развлечения, то есть это и парусные, и моторизированные, и не моторизированные виды спорта. У нас есть своя собственная школа дайвинга, у нас есть свой собственный центр морской биологии. Вокруг острова Кандима находятся пять точек для дайвинга. Кстати, для тех туристов, которые останавливаются на плане питания премиум All-Inclusive или Select All-Inclusive, мы предоставляем абсолютно бесплатно, скажем так, в аренду оборудование для снорклинга. Также есть ряд немоторизированных видов спорта, которые они могут, скажем так, которые уже включены в их план питания. И также две экскурсии для плана питания премиум All-Inclusive и одна экскурсия для плана питания Select All-Inclusive. Естественно, как и на любом другом отеле на Мальдейских островах, у нас есть свадебные пакеты, которые можно заказать как заранее, заблаговременно, так и на месте, и провести свадебную церемонию. То есть можно это сделать непосредственно в Кандиме, можно это сделать на необитаемом острове. У нас рядом с нашим большим островом есть еще один маленький необитаемый остров. Как любой каприз ваших взыскательных молодоженов, все, скажем так, мечты сбудутся. Ну и важно, конечно же, добавить тот момент, что Кандима Малдес это такое, ну, действительно идеальное место для проведения больших, скажем так, мероприятий и для встречи и принятия достаточно больших корпоративных групп. Дело в том, что Мальдивы, с одной стороны, становятся все более популярным направлением, да, вот и очень многие, скажем так, корпоративные группы, вот, хотят провести свой инцентив для своих сотрудников в каком-то эксклюзивном, скажем так, месте, вот, и Мальдивы все чаще начинают рассматривать в одном смысле. С другой стороны, Мальдивы, скажем так, есть несколько нюансов, да, почему Мальдивы могут, скажем так, стать проблематичными для принятия большой группы. Вот, это, опять же, там, размеры острова, да, невозможность разместить большое количество сотрудников в какой-то одной стандартной категории. Размещение там квин-знодер становится проблемным, нет, инфраструктуры для, скажем так, создания классного тимбилдинга на острове. Так вот, отель Кандима – это действительно идеальное место для принятия корпоративных групп, потому что остров у нас очень большой, заняться можно очень чем угодно, и как раз таки любые, там, даже самые какие-то интересные идеи, да, тимбилдинга, то есть все это можно организовать. У нас 132 номера в стандартной категории, Sky Beach Studio. Вот, и, скажем так, доступно размещение в квинт-номере просто для второго человека будет использован этот раскладной, скажем так, диван. Вот. Вижу вопросы. Сколько стоит свадебная церемония у вас в отеле? Смотрите, касаемо цен, то есть все эти цены есть у нашего партнера а-ля карта Travel Club, поэтому, пожалуйста, спросите у них, и они вам отправят цены, и, соответственно, описание нашей свадебной церемонии на русском языке у нас все это готово. Да, свадебные пакеты у нас есть в отеле, Дарья, и они все переведены на русский язык, то есть можно будет это получить. Вот. Так. И вы просили еще рассказать про спецпредложения. Да, про спецпредложения, то есть у нас сейчас очень классные спецпредложения. Дело в том, что до 31 октября у нас действует 45% скидка от контрактов на стандартную категорию Sky и Beach Studio и 35% скидка на все остальные категории, кроме Family Sky Studio и кроме Honeymoon Aqua Pool Wheel. Помимо этого мы размещаем и кормим детишек абсолютно бесплатно. То есть в номере, предположим, у вас могут жить двое взрослых, двое детей до 12 лет, и вот дети живут и проживают на том же самом плане питания, что и родители, абсолютно бесплатно. И более того, самая последняя спецпредложения, это то, что мы сейчас все новые бронирования до 31 октября, вот, с проживанием до 31 октября, мы предлагаем бесплатное повышение плана питания до полной пенсии, вот, поэтому предложение действительно супер. Вот, пусть ваши туристы не смущаются, отдыхать на Мальдивах можно круглый год, у нас нет такого ярко выраженного сезонный сезон, вот, по спецпредложениям действительно могут позволить сейчас тем туристам, которые думали, что они никогда не смогут себе позволить в это направление, именно сейчас, до 31 октября, приехать и действительно насладиться, ну, скажем так, своим отдыхом на Мальдивах. Да, к сожалению, летом нет такого спроса на Мальдивы, я с вами полностью согласна, именно поэтому очень многие отели дают очень классные спецпредложения, и мне кажется, как раз-таки вот на этом и нужно делать акцент, потому что немногие туристы это знают, по умолчанию как-то откидывают сразу же это направление, да, и думают как бы, вот, но на самом деле это действительно, на мой взгляд, прям идеальный шанс уехать, ну, скажем так, вот куда-то в направление своей мечты. Ну, штормы на Мальдивах это, скажем так, что-то такое очень редкое, которое происходит, скажем так, не только у нас, да, как у отеля Кандин Маузи, то есть это может произойти, в принципе, на Мальдивах, вот, такие ситуации бывают, из-за этого происходят иногда задержки там гидросамолетов, да, вот, если какие-то погодные условия такие не позволяют, скажем так, вот, ну, не будем лукавить, то есть это погодные условия, но сказать, чтобы это случалось часто, то есть это не так. Какие месяцы, ну, сезон на Мальдивах, да, вот считают, вот, высокий сезон, он начинается с 1 ноября и заканчивается в конце апреля, вот, как-то выделить в, скажем так, не сезон, да, какие месяца наиболее дождливые, ну, на мой взгляд, скажем так, это вот август, сентябрь, но, опять же, то есть это вот настолько, как сказать, непредсказуемо, потому что у меня был случай где-то 4 года назад, я была в декабре на Мальдивах, то есть был, в общем, также очень сильный шторм, казалось бы, декабрь является очень высоким, ну, сезоном, вот, и это практически исключено, но, опять же, то есть раз на раз на сейфор. Последний раз вот я была в апреле на Кандиму Малдивах, и апрель, как бы, считается, это прекрасное, как бы, время отдыха, да, и дожди практически исключены, но были, ну, несколько дней, то есть были дожди, и это было очень странно для отелей, поэтому я бы сказала, что погода – это такое, ну, немножко непредсказуемое, да, явление, вот, но важно заметить то, что на Мальдивах нет вот такого ярко выраженного, например, сезона дождей, как это есть, например, на Бали или в Таиланде, да, вот, то есть на Мальдивах такого нету, когда дождь с стеной, там, 7 дней, и непонятно вообще что делать, вот, так, какой тогда пляж в апреле купаться нельзя, если что-то, нет, ну, на самом деле, опять же, в лагуне, то есть там, как бы сказать, безопасно купаться, вот, поэтому, в принципе, даже если какие-то сильные дожди, вот, если туристам нормально купаться, то есть они спокойно могут идти и купаться, то есть это не будет проблемой, вот, поэтому здесь уже скорее на смотрение, скажем так, ваших туристов, потому что температура, она, что воды, что вообще, в принципе, температура воздуха, она приблизительно одинаковая, что, скажем так, сухой сезон, что когда дожди, поэтому, в принципе, ничего не может остановить их отступания. Ну, вот, мы, на самом деле, подошли к концу нашей презентации, вот, и если у вас остались сейчас какие-то вопросы, дополнительные, обсудим все это, вот, я в заключении хочу сказать, что так как мы отели очень новый и динамичный, да, мы очень любим рассказывать о себе, хвастаться и так далее, поэтому мы доступны в, ну, практически во всех соцсетях, и приглашаем вас в наши группы, обязательно посмотрите наши, так графики, видео, которые мы выкладываем, вот, ну, естественно, всех вас я жду на острове, обязательно мы ждем ваших туристов. Бронировать я советую через нашего партнера а-ля карты, потому что у них с нами прямой контракт, вот, все бронирования, которые приходят у нас от, скажем так, агентов, да, то есть мы можем предложить цену бар, то есть это Best Available Rate, с 10% комиссией, если вы член альтера, вот, а у а-ля карты Travel Club у них специальные, как бы, условия на реализацию нашего отеля, то есть у них есть контракт, поэтому это в любом случае будет намного выгоднее, вот, я советую по всем вопросам, да, ценовым, скажем так, обращаться именно к вашим менеджерам, да, которые курируют вас в этой замечательной компании. И если, например, у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вам нужна будет информация какая-то на русском языке или будут какие-то специальные там нюансы, которые вы хотите, ну, быть уверены, что они дошли до отеля, я оставлю сейчас вам свою электронную почту, вот, по всем, скажем так, информационным вопросам можно обращаться в Англию. Я буду рада вам помочь. Так, секундочку. Спасибо вам большое за ваше внимание, вот, тогда остаемся на связи. В заключении я хочу показать вам наше видео, вот, я думаю, то, что мне потребуется сейчас помощь Светланы, чтобы переключить на видео. Спасибо. Я с вами прощаюсь, до свидания, наслаждайтесь видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok